МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боковое столкновение произошло двух летовых автомобилей, никто не пострадал. Крупная авария на светофоре возле Уюта. Задачи, которые прозвучали от наших коллег, мы в полной мере реализуем. Полицейские области подвели итоги первого полугодия. Скажите, кто из вас вернёт в следующем году наш лагерь? Нет! Закрытие оздоровительного лагеря «Созвездие». А теперь об этих и других событиях подробнее. В областном УМВД вновь кадровые перестановки. На должность в РИО начальника управления по вопросам миграции УМВД назначен Николай Костинский, который ранее руководил Центром лицензионно-разрешительной работы. Заместителем Костинского назначен полковник внутренней службы Сергей Шестаков. 28 июля сапёры пожарно-спасательного центра нашли и обезвредили 22 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. В Вязьме нашли артснаряд калибра 122 мм, ручные гранаты и фрагмент двигателя к реактивному снаряду. А в деревне Шапише Тёмкинского района ещё несколько гранат. 25 июля комиссия подвела итоги первого городского конкурса «Мой двор». Сколько работ было представлено и как распределились места, мы расскажем в нашем сюжете. На конкурс было подано три заявки от ЭЦМ «Смоленск», СМОТЭ и представителей многоквартирного дома номер 16 первого микрорайона. Комиссия внимательно изучила материалы конкурсантов – эскизы, проекты благоустройства дворов, пояснительные записки, расчёты стоимости работ. Коллектив ЭЦМа предложил облагоустроить дворы 9 и 10 дома 4 микрорайона. СМОТЭ – территорию общежитий номер 4, 10 и 14 третьего микрорайона. А собственники 16 дома первого микрорайона – естественно, территорию, прилегающую к их дому. Заявки участников оценивались по четырём критериям по пятибальной шкале. Первое место у нас занимает проект благоустройства домов номер 9 и 10 четвертого микрорайона, которым будет заниматься ЭЦМ «Смоленск». Второе место у нас занимает «Смоленск Атомтехэнерго» с благоустройством общежития номер 4, 10 и 14 третьего микрорайона. И третье место занимает собственниками квартирного дома номер 16 первого микрорайона. Десногорцы путём интернет-голосования определили народного победителя. С перевесом в три голоса лучшим, по мнению горожан, признан проект коллектива «Смотэ». В соответствии с положением о конкурсе администрации города будет произведено частичное софинансирование работ. А народный победитель получит дополнительно 100 тысяч рублей. От лица администрации хотел выразить слова благодарности нашим жителям, принявшим активное участие в конкурсе. В основном это дом номер 16 первого микрорайона, которые вышли с инициативой, а также активное участие жителей домов номер 9 и 10 четвертого микрорайона. Также слова благодарности хочу принести руководителям подразделений, руководителям организаций, которые выступили с инициативой помощи собственникам домов в участии в этом конкурсе. В администрации Десногорска решили сделать этот конкурс ежегодным. В городе будет ещё одна добрая традиция. Инспекторы Россельхознадзора при проверке груза с молочной сывороткой из Беларуси выявили ряд нарушений. В частности, транспортное средство не оборудовано системой контроля и поддержания температурного режима. Ветеринарная служба Беларуси уведомлена о факте нарушений при перевозке молочной продукции. В Вележе завершается ремонт моста, закрытого для проезда два года назад после того, как просел один из его пролетов и существовала угроза обрушения. Основные этапы реконструкции уже выполнены, а тем временем рядом уже начали возводить новый мост. Его планируют сделать четырёхполосным, оборудовать пешеходными дорожками, освещением и насосной станцией. Вчера вечером около 20.20 на светофоре возле магазина «Уют» произошло жёсткое ДТП. Подробности далее. В этом злополучном месте столкнулись автомобили «Шевроле Круз» и «Ауди 100». Обошлось без жертв, но оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения. Удар был такой силы, что у одной из машин бампер отлетел в сторону на порядочное расстояние. На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД, спасатели и одно отделение 15-й пожарно-спасательной части. Боковое столкновение произошло двух летовых автомобилей. Никто не пострадал. Пришлось вызывать кран-манипулятор для погрузки и дальнейшей транспортировки разбитых машин. По предварительной версии, столкновение произошло из-за того, что водитель «Ауди 100» не предоставил преимущества движения автомобилю «Шевроле Круз». В настоящее время причины аварии и виновные устанавливаются. На Смоленщине ситуацию с лесными пожарами держат под контролем. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров в области сократилось в шесть раз. На данный момент в регионе установлен второй класс пожарной опасности. Но в связи с сухой и жаркой погодой он может быть повышен. Сотрудники МЧС напоминают, что чаще всего пожар возникает по вине человека, поэтому просят не разводить костры. Завершила свою работу смена «Патриот», которую уже третий год подряд организовывают для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нынче в лагере отдохнули 240 ребят в возрасте от 8 до 17 лет из разных уголков области, в том числе и из Десногорска. В областном управлении МВД состоялась коллегия, где подвели итоги оперативной деятельности подразделений за первое полугодие. Как она прошла, смотрите в нашем сюжете. В коллегии приняли участие главный федеральный инспектор по Смоленской области Игорь Жуков, замгубернатора области Лев Платонов, руководители силовых структур региона, начальники подразделений аппарата управления МВД и территориальных органов внутренних дел Смоленской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления МВД Олег Шкаликов, значительное снижение преступности произошло в Десногорске на 10,2% и в девяти районах области. Наиболее значительное – в Ельнинском, Хиславическом и Кордымовском районах. Всего за полугодие было зарегистрировано 1550 тяжких и особенно тяжких преступлений. Количество тяжких преступлений значительно снизилось в Смоленске, Десногорске и ещё в 12 районах области. Также в ходе заседания было отмечено, что половина от всех зарегистрированных преступлений составляют преступления против собственности. Отмечается снижение грабежей на 9%. Благодаря внедрению в области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» пресечено большое количество преступлений. С начала года видно в эксплуатацию 79 камер видеонаблюдения, благодаря чему в области сегодня функционирует 486 таких объектов. За истекший период с применением АПК пресечено более 800 правонарушений и раскрыто 11 преступлений. Всего по области 496 преступлений было совершено экономической направленности, 253 преступления – нарконаправленности. Подведя итоги, за первое полугодие участники коллегии наметили задачи на второе. Областная библиотека продолжает собирать экспонаты для музея Александра Твардовского. Ремонт в помещении, где будет располагаться основная экспозиция, начнётся в августе. На это было выделено 300 тысяч рублей из резервного фонда губернатора. Планируется, что мемориальный центр начнёт свою работу в конце этого года. 28 июля закончился первый этап конкурса на право размещения достопримечательностей на купюрах в 200 и 2000 рублей. В следующий этап прошли только те символы городов, которые набрали не менее 5000 голосов. Этот порог преодолели Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор. 4 июля в лагере «Созвездие Дома творчества нашего города» началась вторая смена. Месяц отдыха для ребят пролетел незаметно. И вот 27 июля состоялось торжественное закрытие последней в этом году смены. Подробности в нашем сюжете. Закрытие второй смены воспитанники лагеря отметили ярким, шумным праздником. Сегодня каждый из вас сможет показать, какие вы у нас замечательные, какие вы у нас творческие и насколько вы сильно любите наш лагерь. Каждый отряд подготовил домашнее задание – сценировку к любимой сказке. Ребята подошли к этому очень креативно. Сами придумали и изготовили костюмы. Подобрали музыкальный фон. На празднике, как всегда, было много песен, танцев и игр. Этот лагерь неспроста пользуется большой популярностью у Десногорской детворы. В этом году я работаю в этом лагере впервые. Ну, тут очень здорово. Я тут завел много друзей. Но я пришел сюда подработать. Думаю, вот здесь будет так же, как в других лагерях. Нет, здесь особенно. Ну, здесь очень много эмоций, очень много получил удовольствия. На следующий год придешь? Обязательно на следующий год приду. Мне понравился день Нептуна, когда нас обливали водой. Еще мне понравилось открытие лагеря. О том, сколько всего ребят посещало «Созвездие» во второй месяц лета, нам рассказала педагог-организатор лагеря Елена Гурьянова. Во второй смене в лагере «Созвездие» оздоравливалось 70 девчонок и мальчишек. У нас было три отряда, и эта смена прошла очень быстро. Но я уверена, что каждый ребенок получил определенный заряд и позитива, и новых знаний, и, конечно же, отдохнул. Благодаря педагогам и насыщенной программе ребята за смену овладели навыками бисероплетения, вышивки лентами, шитья и рисования. Каждый мог показать, ну, или открыть и развить свои скрытые таланты. А взрослые старались, чтобы ребята не просто отдохнули, а узнали как можно больше нового, интересного, получили много впечатлений и нашли новых друзей. 30 июля в районе деревни Богданово состоится пятый юбилейный байк-рок-фест «Атомный угар». В программе фестиваля традиционные конкурсы и большой рок-концерт с участием коллективов из Брянска, Орла, Калуги и Калининграда. Начало в 14 часов. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин